В Дмитрове проходит пресс-конференция начальника государственного административно-технического надзора Московской области Татьяны Витушевой. На ней были озвучены итоги летнего сезона в северном секторе Подмосковья. Задачей номер один в летний период для надзорного органа была борьба с мусором. Решение проблемы держит на контроле и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В регионе работает штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. За три последней недели ликвидировано полторы тысячи свалок на севере Подмосковья, сообщил руководитель Госадобтехнадзора собравшимся журналистам. В наших популярных соцсетях штаб создал хэтштег, который так и называется «Охота на свалку». Расчет был сделан на пользователей соцсетей, и мы не ошиблись. Я хочу сказать, что, конечно, сейчас многое в этой жизни идет через интернет, начиная от заказа еды и одежды. Поэтому «Охота на свалку» очень активно стала у нас реализовываться тоже через эти хэтштеги. Что касается Щелковского района, то на территории было выявлено 112 свалок и навалов. Практически все из них ликвидированы. По поручению штаба проводится операция «Засада». Недобросовестных граждан, нарушающих порядок и чистоту города, ожидает внушительный штраф. Касается это также владельцев частных территорий и домов, кто не успел или осознанно не желает заключать договор на вывоз мусора с мусоровозящими компаниями. С апреля по сегодняшний день инспекторами ГТО возбуждены 55 административных дел, которые в той или иной мере связаны со сбросом мусора, либо с ненадлежащим состоянием территории. Сумма штрафов уже составляет около 2 миллионов рублей. Также на пресс-конференции отмечались положительные изменения касаемо благоустройства территории в муниципалитетах. В числе первых стал Щелковский район. В том числе, благодаря работе территориального отдела номер 9, в Щелковском районе был реконструирован наземный мост на железнодорожной станции Щелково. И фактически окончена реконструкция платформы «Чкаловская». В городском поселении Фрианово появилась площадка для выгола животных. А в сельском поселении Гребневское была произведена полная замена асфальтового покрытия на улице Лучистая. Также инспекторами отдела было проведено более 50 уроков чистоты для подрастающего поколения, в которых приняли участие более тысячи школьников. Работа будет продолжена.